привет сегодня я расскажу немножко про новый kindle scribe это самый большой kindle который у которого самый большой экран у которого есть дополнительно перо сразу говорю что обзор не претендует на профессиональный то есть это обычно любительский обзор просто я обнаружил что на ютюбе на русском языке к сожалению нет ни одного обзора по по kindle scribe постараюсь быть быстрым есть значит упаковка обычная киндловская упаковка в моем случае у меня базовая версия с базовым пером basic pen и 16 гигабайт все довольно качественно ну в общем открыли и забыли сам kindle это его можно сравнить ну по формату наверное с ipad pro девяткой очень качественно сделан все как обычно у amazon а сзади алюминиевая алюминиевая крышка очень приятная на ощупь вот такие резиновые проставочки в общем держать в руках его довольно приятно на боковой грани кнопка включения и зарядка usb c вот значит основное для чего я покупал этот kindle это экран у меня было довольно много электронных читалок читаю наверно с 2000 на какого электронных устройствах в общем еще сименс сл-45 вот потом были на ладонике и миллион разных киндлов покетбуки ну в общем я пришел к тому что амазоновские устройства мне подходит больше всего значит главное что мне было нужно от конкретно этого устройства этого экран дополнительно возможность писать пером это очень приятно но пожалуй не не с не основное значит на сегодняшний день это снимается в августе 2023 года это у вас может быть несколько вариантов какое устройство выбрать но экран на киндли на сегодняшний день имеет самое высокое разрешение 300 точек на дюйм то есть его ближайшие конкуренты это remarkable 2 и букс там какой-то он букс не помню что air они все имеют 227 или меньше экран действительно достойный очень приятно читать значит про внешний вид рассказал про интерфейс если вы раньше я не хочу довольно подробно рассказывать про интерфейс если вы работали раньше с киндлами то есть все будет ровно то же самое за исключением того что у вас вот здесь вот внизу появится дополнительная штучка которая называется записные записные книжки кстати киндл из коробки поддерживает русский язык русской русскую клавиатуру и преобразование заметок в рукописных заметок в русский текст в русской текст на русском языке что наверно кому-то будет довольно критика и критично и удобно вы можете выбрать две версии пера сразу скажу что перо заряжать не нужно у меня две версии пера которая просто позволяет писать первое перо еще раз оговорюсь заряжать не нужно в премиум версии на пере будет функция функция резинки ластика и дополнительная кнопка что в общем наверное за дополнительные 35 40 евро если вам нужен ластик за 40 евро то у вас есть вот возможность купить еще такое перо которое позволяет стирать мне мне этого мне это было не нужно тем более что интерфейс организован довольно удобно когда нужно что-то списать быстренько покажу что есть разные настройки для письма можно выбрать ручку перьевую ручку маркер карандаш и толщину линий по очень приятные ощущения от письма все кому я давал попробовать что-то написать на киндли они оставались очень довольны я бы сказал что писать на киндли максимально приближенных бумаги не знаю будет ли сейчас слышно но даже вот звук очень похож на то что происходит происходит когда вы пишете на на вы на бумаге карандашом или ручкой экран матовый и в целом довольно довольно приятное действительно ощущение от того чтобы писать я не то чтобы большой писатель и я не люблю держать в руках ручку но вот киндл чем-то позволяет как-то притягивает и хочется побольше писать здесь реализована функция цветовой температуры видно ли сейчас то что изменяется теплота экрана сейчас попробую за затемнить комнату и показать это более подробно тогда вот я комнату затемнил и хотел показать то что можно можно менять цветовую температуру что мне кажется довольно удобным плюс есть темный режим когда делается полностью инверсия на тексте ну вот например на можно светлый режим сразу температур очень очень удобный экран для чтения не будут повторяться сразу хочу заметить что делать рукописные замес заметки на книгах вы можете только если это книги в pdf формате и загружены через интерфейс сайта амазона то есть вам не нужно не вам вы можете загрузить любую pdf q не не значит что вы ее должны покупать но если вы ее не загрузили через функцию сенту киндл через сайт амазона то писать вы на ней не сможете в обычных книгах вы можете делать рукописные заметки да и они будут прикреплены к тексту по моему довольно дурацкая функция вот вот эта заметочка да и она там прикреплена открывается в противоположности этому покажу что происходит на pdf как какую-нибудь вот открою pdf q действительно можно писать подчеркивать выделять это очень удобно то есть если вы учитесь если вы читаете какие-то научные статьи то пожалуй такой kindle это маст хэв еще покажу заметки вы можете до создавать записные книжки выбирать подложку в этой в этой книжке вот и что-то там себе записывать все рукописные заметки можно преобразовывать в текст да если вы написали там на английском или на русском привет у меня жуткий почерк я не буду особо да то в общем то это этот текст потом можно преобразовать в текст вот смотрите прямо он преобразовал прижит но с моим почерком да теперь с моим почерком наверное его сложно 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 справиться по поводу чтения то есть до pdf ки можно зумить как вам угодно поворачивать переворачивать для pdf этот экран очень-очень-очень удобно очень удобен если вы читаете обычную литературу epub формат например да который сейчас на amazon их стал основным то здесь все все шикарно вот экран просто волшебный можно например вот такая вот мне очень нравится такой режим такой сделать в две колонки да можно вот для слабого зрения мой случай компактный кстати перелистная страница анимирована у меня последний мой kindle это был kindle oasis на нем анимации не было но первого типа первая из может быть на других уже это ввели стандартный режим можно менять шрифты размерность кегль шрифта в общем все все реализовано отлично файлы которые вы написали ваши заметки вы можете отправлять себе на им или кому-то еще на другие мэйлы и насколько я посмотрел другие обзоры на киндле вот работа с заметками пока слабо реализована то что ли вы будете сравнивать с каким-нибудь remarkable 2 или оникс буками и или что или чем-то еще то там это бой это более более серьезно все сделано например для меня киллер фича была что вы можете написать математическую формулу и ваша читалка сразу же решая решая решает решает уравнение да мне мне такое пригодится для любителей для любителей вести вести календарь и ну вы можете себе скачать какую-нибудь какой-нибудь календарик и плана и там пользоваться организовывать все как вам хочется например календарь набирая выбираем месяц делаем какие-то заметки что-то записываем что-то добавляем переходим по другим месяцам что-то обводим обратно календарь наверное для мастеров самоорганизации это киллер фича но мне она в общем особо особо не нужно так быстро хотел сравнить с другими устройствами быстро хотел сравнить с другими устройствами вот например по размеру это ipad pro вы спросите почему не читая на ipad pro мне неудобно на ipad и к экран глянцевый на кингле матовый ipad потяжелее потяжелее да где-то он включается вот но на ipad если вам но ipad например маст хэв для для художника на ipad можно очень классно очень классно рисовать и да если вам нужно что-то что-то создавать то ipad это да если если для письма то конечно это наверное киндо на ipad нет кстати вот этого ощущения от того что что ты пишешь по бумаге так ipad уберу следующее устройство с которому я сравню с размером вот например это киндо лазис киндо киндо лазис киндо скрайп работает так же та же самая скорость абсолютно и кран я не вижу большой разницы по моему они абсолютно одинаковые по четкости может быть даже кстати на оазисе что-то более четко хотя не уверен так сравнив с оазисом и последнее сравнение по размеру это покетбук вот этот этот покетбук 740 он жил он прожил счастливую но короткую жизнь никому не рекомендую покупать покетбуки потому что они супер ненадежные в экранах на этом конкретном покетбуке экран разбивался два раза просто на ровном месте мои киндо живут годами десятилетиями с ними ничего не происходит поэтому покетбук идет в помойку сразу говорю вот и последнее что я хотел продемонстрировать еще обложка вот это родная обложка это обложка от амазона она магнитная не то чтобы она сильно защищала защищает киндал от падений но по-моему она очень удобная позволяет например вот так вот поставить устройство у нее есть вот здесь кармашек для ручки видел других обзорах что со временем вот эти края на тканевых обложках начинают обноситься и из них торчат нитки наверное это будет выглядеть довольно печально но пока обложка новая с ней работать очень приятно стоит она каких-то дурных денег но других альтернатив честно говоря я не увидел мне она показалась по форм-фактору самые самые удобные так это все что я хотел сказать киндал мне понравился если есть какие-то вопросы обращайтесь спрашивайте в комментариях подписываться не надо подписчики мне особо честно говоря не нужны надеюсь что вам было полезно поищите есть профессиональные обзоры на английском языке там намного больше показано того как пользоваться кинглом и я уверен что вам это будет удобно значит сразу скажу что киндал это 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 вселенная амазон то есть у вас облако амазона вы привязаны к амазону свои книги вы можете качать там пиратские можете покупать на амазоне можете как угодно закидывать на киндал то есть он amazon вас никак не ограничивает но вот на мой взгляд амазоновская амазон амазоновская вселенная или как-то правильно назвать environment она там минимально но удобно и если вы только читаете и вам устройство нужно в первую очередь для чтения для пометок вам его хватит если вам нужны какие-то волшебные функции то смотрите на обычные на обычные планшеты айпады и и они они закроют намного больше ваших потребностей но для чтения киндал скрайп это вот большая большая радость спасибо